В новом спортивном зале обычный урок физкультуры становится серьезным соревнованием. Сделать такую трансформацию позволяют сразу две площадки общим размером почти в 2000 квадратных метров. Подобных в Тобольске нет. Одновременно здесь могут заниматься два класса. Каждый день зал уже посещают более тысячи учеников 16-й школы. Я и перешла из первого корпуса во второй, потому что здесь более современное оборудование. И заниматься спортом намного интереснее и увлекательнее. В этом спортивном зале намного больше места, чем в предыдущем. Тут более хороший спортивный инвентарь. И тут без проблем можно заниматься абсолютно любым видом спорта. Большой зал открывает большие возможности и для большого спорта в Тобольске. Помимо учеников-физкультурников здесь смогут тренироваться воспитанники спортшкол города. А легкоатлетам, у которых пока нет собственного манежа, зимой это место вовсе станет родным домом. Специально сделаны трибуны и для болельщиков. Ведь здесь будут проходить крупные соревнования и спартакиады. Подготовка к ним уже начинается. Здесь будут работать все игровые виды спорта, как волейбол, баскетбол, как вы видите, гандбол, мини-футбол. Даже у нас есть разметка для большого тенниса. Новыми видами спорта мы можем здесь заниматься. Регби. С учетом современных требований сделан не только зал. Есть четыре комфортные раздевалки с душевыми и теплый переход из здания школы в этот корпус. Спортивный же инвентарь тоже отвечает всем запросам. Для баскетбола есть специальные кольца-трансформеры. Они регулируются под группу играющих. Имеются и необычные мячи. Компания «Сибур» нам предоставлена вот такие мячи. Они из переработанного эко-пластика. Очень приятно, что данные мячи производились градообразующим предприятием компании «Сибур». И дети имеют возможность заниматься с мячами, которые предназначены для профессионального баскетбола. Спортивный объект появился в рамках программы «Тобольск-2020», реализуемой правительством Тюменской области администрации Тобольска при поддержке компании «Сибур». Современный комфортный зал сможет принимать более 26 тысяч человек в месяц и даст новый вектор развития спорта не только города, но и региона. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.